Мы вам дадим даже выступить, не волнуйтесь. Просто отойдите в сторону, не мешайте. Сегодня в городе Москве более 40 тысяч человек являются очередниками. Это те люди, которые стоят на учениках жительских условий более 20 лет. И они не могут улучшить свое положение. Поэтому мы ежегодно требуем увеличить финансирование строительства муниципального жилья. Москвичи в этом нуждаются и правительство должно учитывать мнение и жилищные потребности наших граждан. Сегодня в Москве более 20 тысяч обманутых дольщиков. Вы здесь не командуете. А я не команду, я просто говорю. Ну и здоровья вам и долгих лет жизни не мешайте. Не мешайте. Поэтому, уважаемые товарищи, кто хочет подойти, выступить по проблемам ЖКХ, по социальной защите населения, по отмене пенсионной реформы, давайте подходите, мы все зафиксируем. Вы себя плохо показали, как плохой ученик. Вам выносится формальный штраф и лишение слова. Не зачет вам, да, не зачет вам. Пожалуйста, кто хочет выступить, товарищи? Никто. Я наоборот благодарностью даже. Я хочу сказать насчет отмены 815-го автобуса красного. Все жители, по-моему, даже собирали. Вот мы собирали жителей, да, сейчас? Вот собирали подписи для того, чтобы, ну, любить автобус или какой-то другой виски. У нас проблема с автобусом. У нас очень большие интервалы. У меня не 12. Нет. У нас возникла проблема с общественным транспортом. У нас был автобус 592-й. Я получила из этого учреждения бюрократический наглый ответ, что вместо 592-го у нас ходит, оказывается, 92-й, который как ходил на мой сельмаш, так и ходит. Вот. Это большая проблема. Сейчас вот начнут дети в школу ездить, студенты, отпускники вернутся. За что наказали вот так?